Бой шел уже несколько часов. Партизаны в отдаленной белорусской деревне Румок, что до сих пор находится в Узденском районе Минской области, зимой 1943 года вели круговую оборону, отбиваясь от наступающих немцев. Врагов было больше, значительно больше, и цепи солдат в серых шинелях все более плотно сжимали кольцо окружения. Как не огрызались Максимы в крепких партизанских руках, как не щелкали затворы винтовок, но горячие сердца лесных жителей переставали биться одно за другим. Командир партизанского отряда Иосиф Опарович обреченно смотрел на своих связных, которые не смогли проскакать даже несколько сотен метров, и теперь лежали бездыханные в поле под ногами захватчиков. А ведь там, куда они стремились, всего в семи километрах находится еще один партизанский отряд. Они, конечно же, слышат звуки боя, но идут ли на помощь своим товарищам, неизвестно. Тут к командиру подбежал щуплый подросток, это Марат. Он год назад вместе со своей сестрой прибился к отряду и теперь служил в нем разведчиком. Марат молча глянул на командира, потом на тела связных в поле и понял все без слов. Он ринулся к своему орлику, так звали его коня, запрыгнул в седло и понесся прямо на врагов. «Стой!» — яростно крикнул командир. Но Марат этого приказа уже не слышал. Он мчался во весь опор, прижимаясь к лошадиной шее. Еще! Еще! До спасительного леса всего ничего. Партизаны открыли огонь из всех орудий, пытаясь прикрыть всадника, а немцы делали все, чтобы тот не ушел. Марату удалось прорваться сквозь цепи врагов, но когда до леса оставалось меньше сотни метров, орлик вдруг споткнулся и повалился сраженной невидимой пулей. Сердце у командира замерло в груди, но спустя мгновение он увидел маленькую точку. Это Марат продолжал бежать к лесу. Шаг! Еще шаг! Ушел! Облегченно вздохнул командир. Марат Козеев, впоследствии герой Советского Союза, в бою у деревни Румок спас от неминуемой смерти свой партизанский отряд имени 25 лет Октября. Ему удалось прорваться сквозь кольцо окружения и привести на помощь другой отряд имени Дмитрия Фурманова. Фурмановцы ударили по немцам с тыла, деблокировали окруженцев и вывели своих товарищей из-под огня. А ведь в это время Марату Козею было всего 14 лет. Он и погибнет в 14. Марат Козей родился в деревне Станьково Минской области 10 октября 1929 года. Назвали его в честь линкора Марат, на котором его отец Иван Георгиевич Козей нес военную службу целых 10 лет. А мать, Анна Александровна Козей, входила в избирательную комиссию по выборам в Верховный Совет СССР и с началом Великой Отечественной войны находилась в коммунистическом подполье. Она прятала дома раненых партизан и лечила их, но в 1942 году была рассекречена органами гестапо и повешена в городе Минске. У Марата также была старшая сестра Ариадна. Марат же 8 лет пошел в школу. Его идеалом был Чапаев, герой гражданской войны, а любимым занятием езда на лошадях, на которых он с малолетства лихо рассекал по кривым деревенским улочкам. В 1941 году, когда началась война, он окончил всего четвертый класс, и из жизни Марата навсегда ушли игры, мечты и радость детства. После смерти матери в деревню Станькова приехала странная немецкая команда. Конечно, уже вовсю на оккупированных землях немцы отлавливали молодое население и отправляли его на работы в Германию. Об этом знали все, но эта команда вела себя более чем странно. Приехавшие немцы присматривались в основном к детям и фотографировали их. Сделали они и снимок Марата Козея. Вот он. Как потом оказалось, эти таинственные немцы были из организации Лебенсборн, что в переводе означает «источник жизни». Был и такой проект в Третьем Рейхе. Члены Лебенсборна на оккупированных территориях занимались анимечиванием славян. Они воровали или отбирали силы у родителей детей с арийской внешностью и отправляли их в специальные приюты. Там их подвергали начальной германизации, давали им немецкие имена и учили немецкому языку. Детей отлично кормили, давали лекарства, когда те заболевали, а потом отдавали жить в немецкие семьи. Что происходило с детьми не арийской внешности, объяснять проще. Они уничтожались как негодный материал. Марат очень подходил под этот проект. Он был белокур и с выразительными голубыми глазами. И случись бы истории пойти немного по-другому, то и прожил бы он долгую жизнь в какой-нибудь немецкой семье. А мы не знали бы Марата героя. Но Марат с сестрой решают бежать и сражаться с оккупантами во что бы то ни стало. Мальчик ушел в партизанский отряд, а его 16-летняя сестра Ариадна уехала в Минск двоюродной сестре, где устроилась работать в немецкую столовую. Но она не смогла долго выносить немецкого присутствия и уже скоро тоже пришла в партизанский отряд к брату. Марат в отряде стал разведчиком. Пользуясь своим малым возрастом, он часто проникал туда, куда не смог бы попасть и взрослый опытный диверсант. Он проникал в деревни, занятые немцами, и добывал ценную информацию о вражеских гарнизонах, движениях немецких колонн и о предателях-полицаях. Когда к отряду присоединилась Ариадна Козей, то они уже вместе под видом торговцев яблоками ходили по деревням, в одной из которых Марат смог утащить у немцев из местного клуба кинопроектор. Потом на удивленный вопрос сестры «Зачем он тебе нужен?» Марат весело ответил «Для нужд отряда пригодится». Также Марат много участвовал и в боях с фашистами, и в партизанских диверсиях. 9 января 1943 года в бою возле Станьковского леса Марат Козей проявил мужество и отвагу. Будучи раненым в руку, он не бросил поле боя и несколько раз сходил в атаку. В марте того же года у деревни Румок он прорвался сквозь окружение и привел помощь своему отряду. А в декабре, в бою на Слуцком шоссе, Марат добыл ценные документы противника, военные карты и планы гитлеровского командования. За эти подвиги он был награжден орденом Отечественной войны первой степени и медалями за отвагу и за боевые заслуги. Партизаны очень любили Марата, им нравилась его неуемная энергия, дисциплина и безграничная преданность Родине. Скоро мальчика повысили в должности, и он стал разведчиком штаба 200-й партизанской бригады имени Константина Рокоссовского. Друзья, чтобы не потеряться в водовороте сегодняшних событий, обязательно подпишитесь на телеграм-канал История Онлайн. Для тех же, кто хочет поддержать проект материально, а сейчас это очень важно, так как монетизации с Ютуба в России больше нет, то подписывайтесь на Буст. На Бусте за смехотворную цену в 100 рублей в месяц доступны все ролики, но они, как правило, длиннее тех, что выходят в других соцсетях. Также там будут выходить все дополнительные материалы. Ваша поддержка очень важна. Спасибо. Ариадна Козей, сестра героя, недолго провоевала рядом с братом. Когда партизанский отряд выходил из окружения в лютый мороз, она отморозила ноги. Сначала ее хотели эвакуировать на самолете на большую землю и сделать операцию в госпитале, но в метель самолет не смог прилететь. Ждать было больше нельзя, гангрены развивались, и ей сделали операцию по удалению ног без наркоза прямо в партизанской землянке. Только спустя какое-то время ее смогли переправить на большую землю, где и сделали еще пять операций. Марата тоже хотели эвакуировать вместе с сестрой, но он наотрез отказался. Ариадна, став 17 лет инвалидом первой группы, не сдалась. После победы она вернулась обратно в родную Белоруссию, поступила в Минский педагогический институт на философский факультет и всю жизнь проработала учителем белорусского языка и литературы. В школе номер 28 города Минска. В этой школе она организовала музей Марата Козея, который существует до сих пор. Марат Козей погиб 11 мая 1944 года. Возвращаясь с разведки, со своим товарищем в деревне Харамитске они попали в ловушку. Немцы взяли партизан в кольцо и практически сразу убили товарища Марата. А 14-летний подросток долго еще огрызался огнем. Когда же у него закончились патроны, он кинул одну гранату в немцев, а второй подорвал себя. В плен Марат не сдался. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года за особые заслуги, мужество и героизм, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков, Козею Марату Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Марат Козей заслужил эту награду. После смерти пионер-герой стал одним из символов мужества и стойкости советского человека, советского подростка. В его честь были названы сотни улиц, площадей, школ и пионерских отрядов. Ему ставили и продолжают ставить памятники, а по просторам бескрайних вод до сих пор ходит корабль имени Марата Козея. Но главная память не в бронзе, а в душах людей. Пока мы помним имена тех, кто, жертвуя собой, спас нашу родину от фашизма, они остаются рядом с нами, укрепляя и вдохновляя своим примером в трудные минуты жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok